Добрый день, дорогие друзья! Нихао! Мы рады приветствовать вас в нашем городе, который является культурной научной столицей, да и просто красивый город, и очень рада вас здесь видеть. Мы сотрудничаем, наверное, с более чем 200 странами мира, но взаимодействие с Китайской народной республикой по многим направлениям является для антипиаритетным. И одно из основных направлений, с которым мы связываем очень большие надежды при взаимоотношении с Китайской народной республикой, это является образование. Это никуда образование наука. Сейчас в наших вузах обучается около 3800 студентов из Поднебесной, и при этом одна треть студентов – это первокурсники. И как раз эта последняя часть, когда я сказал про первокурсников, действительно очень важная и такая очень обнадеживающая, что это наше будущее и будущее нашего взаимодействия. Какие же направления у нас есть? У нас действительно сейчас очень много взаимодействий между нашими вузами и научными и образовательными учреждениями Китая. На данный момент заключено более 250 соглашений между нашими вузами и научными и образовательными учреждениями Китайской народной республики. Могу назвать одни некоторые из них. В государственном медицинском сети открыта образовательная программа юриспруденции с угодно изучением китайского языка и китайского права. Университет открыл первым из российских вузов сейчас в Китайской народной республике в Шанхае свое представительство. В Санкт-Петербурге функционирует научно-исследовательская организация по изучению высокоскороценного дорожного движения, которое было на базе наших научных учреждений. Ну и конечно, вот вы находите сейчас, уважаемые друзья, в легендарных стенах легендарного института раньше, университета. Нынче, которым тоже, вы знаете, что обучается более 200 студентов на трех специальностях. И это замечательно. Мы очень рады, что сейчас вы именно в этих стенах в Санкт-Петербурге. Ну и если мы говорим о научных стенах, мы говорим все-таки о культурных ценностях, это замечательно. Тогда мы, конечно, не можем не упомянуть имя Конфуция. Того человека, ну это, наверное, единственный человек в мире, имя которого знает, наверное, каждый живущий на этом земном шаре. И конечно же, должны вспомнить золотое правило этики. Никогда не желай человеку того, чего не желаешь себе. Еще раз хочу благодарить вас за приезд и потому, что мы очень рады мероприятию, которое приходит у нас и пожелать все было у нас хорошо и мы замечательно провели этот день. Ну и исходя из того, что много я сказал, я думаю, что надо уже начинать учить китайский язык. Спасибо, друзья. Рады вас видеть у нас. Спасибо.